Турецкий язык. Причастие. Сефат филер. Дык. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим причастие на дык. В предыдущих уроках мы рассматривали причастие на ajak-edjek и причастие на an-en. Ссылки будут под видео, вы можете посмотреть эти уроки. Вспомним, что такое причастие. Причастие, или по-турецки глагольное определение, сефат филер, это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Причастие на дык является страдательным причастием настоящего или прошедшего времени. Данный аффикс имеет 8 вариантов по гармонии гласных, гармонии согласных. Если в последнем слоге корня слова у нас гласный а или и, то используем аффикс дык-тык. Если гласный э или и, используем аффикс дик-тик, если гласный о или у, то используем аффикс дук-тук. И если у нас э или и, используем аффиксы дюк или тюк. Если корень заканчивается на гласную или звонкую согласную, используем аффиксы дик-дик-дук-дюк. И если заканчивается на глухую согласную, то используем аффиксы тык-тик-тук-тюк. Особенность причастия на дык в том, что он используется всегда с аффиксами-принадлежностями То есть отдельно, без аффиксов-принадлежностей он не используется Давайте посмотрим присоединение аффиксов-принадлежностей к причастиям на дык Например, беним, ябтыым, ищ У нас глагол здесь ябмак, делать, у нас твердое ап И у нас глухая согласная пе, поэтому используем аффикс тык Дальше, так как у нас присоединяется аффикс-принадлежностей, который начинается с гласной буквы У нас идет озвончение буквы ке на юмушак ге И поэтому получаем ябтыым, ищ Беним, ябтыым, ищ Что переводится, работа, которую я делаю или я сделал Когда мы переводим на русский язык причастие на дык Они могут означать действия, которые выполнены, то есть в прошедшем времени Могут означать действия в широком времени, которые мы делаем постоянно или периодически повторяем И могут быть в настоящем времени, действия, которые мы делаем непосредственно в данный момент Как правильно перевести, это зависит от контекста предложения, которые вы переводите В зависимости от ситуации, оно может быть в разных временах Смотрим дальше В третьем лице множественного числа Можно использовать и с аффиксом множественного числа large и без Также причастие на дык может использоваться в отрицательной форме Для этого мы используем отрицательную частицу ма-ме, которая ставится после корня глагола и перед аффиксом причастия на дык Возьмем глагол с мягкой гласной и Беним ичмедиим сют Молоко, которое я не пью или не выпил Сеним ичмедиим сют Молоко, которое ты не пьешь, не выпил Онун ичмедиим сют Молоко, которое он не пьет, не выпил Ичмедиим сют Молоко, которое мы не пьем или не выпили Ичмедиим сют Молоко, которое вы не пьете Ичмеди или ичмедиктерисют Молоко, которое они не пьют Обратите внимание на то, что причастие на дык всегда используется с аффиксами принадлежностями, и значит действие, которое выполняется с существительными, производится от какого-то лица. То есть это действие не происходит само по себе, обязательно кто-то должен делать это действие. Если, например, в причастии на an и n существительное выполняло действие, то здесь действие выполняет кто-то с этим существительным. Это принципиальная разница. Посмотрим на примерах. Геандердиим мектуб. Письмо, которое я отправил. Ханги мектуб. Какое письмо? То есть вопрос прилагательного. Геандердиим мектуб. Которое я отправил. Или, например, едиемис паста. Десерт, который мы ели. Ханги паста. Какой десерт? Едиемис паста. Тот, который мы ели. Десерт, который мы ели. Аннатын Фыкра – анекдот, который ты рассказал. Ханги Фыкра – какой анекдот? Аннатын, который ты рассказал. Аннатын Фыкра. Еще пример. Севдинис Дизи – сериал, который вы любите. Ханги Дизи – какой сериал? Севдинис Дизи – сериал, который вы любите. Еще возьмем примеры в отрицательной форме. Еще примеры в отрицательной форме. Возьмем такие предложения, где у нас существительные идут с дополнительными аффиксами. Например, Я не нашел полезную информацию, где рапорт ларда в отчетах, каких, которые я просмотрел. Глагол инджелемек это вообще исследовать, изучать. Но в русском языке можно использовать и как просмотрел или изучил. Это все можно под это слово применять. Как вы видите, здесь у нас рапорт ларда используется с местным падежом. И аффикс местного падежа добавляется к существительному. Здесь у нас рапорт лар. Еще один пример. Давайте послушаем. Шаркии, песню. Здесь у нас вельдертьме хали. Определительный падеж. И какую песню? Которую исполняет Таркан. Здесь у нас аффикс определительного падежа. Еще один пример. Безе вердиктлери джеваплара бакарсаныс, шаширирсыныс. Бакарсаныс, если посмотрите, куда джеваплара на ответы. Здесь у нас направительный падеж. Ёльлендер мехали. И какие ответы безе вердиктлери, те, которые они нам дали. И что случится? Шаширирсыныс. Удивитесь. Безе вердиктлери джеваплара бакарсаныс, шаширирсыныс. Если посмотрите на ответы, которые они нам дали, то удивитесь. Здесь у нас аффикс а. Ёльлендер мехали. Направительный падеж. Или еще пример. Узерине черптыныс, юмуртадан, сюрюн. Сюрюн, помажьте. Узерине, сверху, юмуртадан, яйцом. И каким яйцом? Черптыныс, которое вы разбили. Здесь по-русски, конечно, получается предложение не совсем грамотное. Но турки применяют вот таким образом. То есть нужно помазать яйцом, мы говорим. Ну а по-турецки получается исходный падеж, юмуртадан. То есть из яйца. Потому что мы мажем не всем яйцом, а часть какая-то из этого яйца, которую мы мажем. И для того, чтобы определить, каким яйцом, не просто неразбитым яйцом. Когда мы по-русски говорим, что помазать яйцом, все понимают, что нужно помазать внутренностью яйца. Ну а по-турецки, чтобы дать определение, что это именно помазать нужно не просто яйцом, которое мы не разбили, там, не знаю, покатать. А когда мы по-турецки говорим, для того, чтобы определить, что именно внутренностью яйца, вот они как бы говорят вот так, черптын из юмуртадан, из массы яйца, которые вы разбили, из внутренности. И здесь используется исходный падеж. Узерине черптын из юмуртадан, сюрин. Помажьте сверху яйцом, которое вы разбили. Так же, как и в некоторых других причастиях, например, в причастиях на ан и эн, мы можем в предложении опускать существительное. То есть, говорить не причастие плюс существительное, а просто причастие. Если мы опускаем существительное, то есть, если из контекста понятно, о чем тут речь, мы его опускаем, тогда аффиксы, которые у нас добавлялись к существительному, переходят к причастию. И на самом деле причастие становится у нас существительным, выполняет роль существительного, и поэтому к ней могут применяться точно так же все аффиксы, которые применяются к существительным. Возьмем для примера «гёрдюн шифреи сёйле». Скажи пароль «шифреи сёйле». Какой пароль? «гёрдюн», который ты увидел. «Гёрдюн шифреи сёйле». Если мы хотим опустить существительное, то есть слово «щифре», то мы получаем «гёрдюню сёйле». У нас аффикс «белертьмехали» определительного падежа «и». И он добавляется у нас к причастию «гёрдюн». И по гармонии гласных он у нас с «и» становится «ю», потому что «гёрдюн» заканчивается на «ю». И получаем «гёрдюню сёйле» «скажи» увиденное. Скажи то, что ты увидел. Для примера мы хотим ограбить банк и вдвоем подходим к сейфу, ну, например, к какому-то сейфу, или к месту, где записан этот пароль. Я знаю, что мой сотоварищ смотрит на пароль, и я хочу узнать, что он там увидел, чтобы он мне сказал, и говорю «скажи пароль, который ты увидел». Но также могу сказать «скажи то, что ты увидел». То есть можно сказать «гёрдюн шифре и сёйле», и можно опустить существительное «щифре», пароль, потому что я знаю, что он смотрит на этот пароль, и говорю «гёрдюню сёйле», «скажи то, что ты увидел», или увиденное. Или еще один пример. «Танадээмэс инсаннара гювеньёрус». Гювеньёрус – мы доверяем, кому инсаннара, людям, направительный падеж, и каким людям «танадээмэс», тех, которых мы знаем, нашим знакомым, тех, которых мы знаем. Здесь у нас в направительном падеже слово «инсаннара». Если мы хотим сказать, что мы доверяем тем, кого мы знаем, знакомым, например, мы опускаем слово здесь «инсаннар», «люди», и тогда аффикс направительного падежа «а» переходит к причастию «танадээмэза», оно превращается в существительное. Но это еще не все. Есть такая особенность. Если существительное у нас стоит в множественном числе, тогда аффикс множественного числа становится между аффиксом причастия «надэк» и аффиксом принадлежности. И мы получаем «танадэкларэмэза гювеньёрус». И еще один возьмем пример, такой, чтобы еще раз посмотреть, как у нас аффикс множественного числа переходит на причастие. «Сынавда» «аннамадээныс» «сорулары» «гечин». «Сынавда» на экзамене «гечин» «пропускайте». Что пропускать? Вопросы «сорулары» «белертмехали» у нас, определительный падеж. И какие вопросы «аннамадээныс», которые вы не поняли. «Сынавда» «аннамадээныс» «сорулары» «гечин». На экзамене пропускайте вопросы, которые вы не поняли. Ну, например, чтобы не терять время на их решение. Если мы хотим опустить слово «сорулар», мы должны добавить аффикс «лар» множественного числа после аффикса причастия «надык», потом аффикс «принадлежности» «ыныс» и потом аффикс «белертмехали» определительного падежа «ы». И тогда получим «сынавда» «аннамадэкларынзы» «гечин». На экзамене пропускайте «что», «то, что не поняли» или «непонятное» «сынавда» «аннамадэкларынзы» «гечин». Надеюсь, вам все было понятно. На этом урок закончен. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда смотреть новые свежие видео. Ставьте лайки или дизлайки, если вам понравилось или не понравилось. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До новых встреч.